Ха, здорово! Огромное количество вопросов поступает, снимает ли Шманденко и его друг Никитоз постановы, либо это всё реально трушно. Могу вам одно сказать, большинство пранков, наверное, 90% это всё постановы. И Эдвард Билл снимал постановы, и Ракамака Фо снимали постановы, и другие ребята. Если вы хотите максимально получить яркие эмоции, вы должны снять постанову. Большинству людей просто срать на то, какие ты веса поднимаешь. Ну типа они не будут там, вау, нихера себе. И возможно кто-то и будет, но в основном нет. Все мы знаем, что существуют дрыщи-пауэрлифтеры, там по 70 килограмм, которые весят, они могут сжать там по 150 килограмм, по 160, тянуть там большие веса. Ну это для всех очевидно, кто в зал ходит. Но сейчас мы говорим не об этом, а сегодня мы разоблачаем Владимира Шманденко и Никитоза. А точнее вот эти все пранки в зале. Первый вопрос к вам именно, как можно не опознать парня в гриме? Вы просто посмотрите вот на этого деда, блин. Когда вы будете разговаривать с ним в метре, либо в полутора метрах, вы 100% поймёте, что это чувак в гриме. Ну типа невозможно грим сделать на 100% таким же, какой есть человек в реале. Вот просто сравните деда в гриме и деда обычного, натурального. Только не говорите, что разницы нет, да? Подобным гримом можно сделать пранк, не знаю, ну где темно, где плохо видно лицо, либо в чат рулетки, в чат рулетки вообще пушка залетит на самом деле. Но ребята снимают реально, где освещение хорошее. Вот, вот, вот так вот, блин, люди стоят перед ними, и они не видят, что это грим. Ну как? У меня есть ещё к вам вопрос, второй. Как можно, стоя за тренажёром, либо за колонной, с камерой, снимать в трёх, либо в пяти метрах, и чтобы тебя не заметили в зале? Я просто хочу вам напомнить, как выглядит зал. Ну это как бы вот тренажёры, да. Тренажёры выглядят вот так. И вы мне скажите, как человек, который прячется за тренажёром, будет невидимым, мать его? Ну типа это настолько тупо, что просто писец. Не, я понимаю, если снимать вот как у меня камера есть старая, которая зум там увеличивает, писец как, то можно пойти куда-нибудь в задницу зала, в конец зала, и вот с конца зала снимать в другом конце зала. Вот тогда, тогда ещё возможно. Но типа когда чувак в трёх метрах от тебя прячется за тренажёром, который полностью просвечивается, блин... Третье. Большинство пранков снято один на один, как вы можете замечать. То есть пранкующий подходит к пранкуемому, чтобы рядом никого не было. Знаете, зачем это нужно? Правильно. Чтобы люди, которые рядом ходят, не пялились в камеру. А они сто процентов будут пялиться, они ж видят камеру. У них глаза есть на башке, в отличие от пранкуемых. Именно поэтому большинство пранков снимается именно один на один, когда рядом никого нет. Четвёртое. В одном из роликов Вавана снята его знакомая, Лиза вроде зовут. Она была в Road to the Dream, естественно, блин, её все знают. Ну а тем более Ваван. Типа ноу палева, вообще нет палева никакого. Ваван, к тому же, своих зрителей здесь держит походу за дурачков. Типа авось не узнают её. Пятое, ребята. Просто хочу вам сказать, что это такое десятки миллионов просмотров на роликах. Это писец. Это как на клипах известных артистов. У Егора Крида, у Моргенштерна, у кого-то ещё, да? А таких роликов у Вавана и у Никитоса просто дохрена, которые стрельнули более чем на 3 миллиона просмотров. К чему я это? Как можно снимать пранк в зале, в котором тебя практически все знают? Как? Ладно, допустим, кто-то не знает. Но другие люди будут подходить, фоткаться, блин, там, здороваться и чё угодно. Ну типа уже движуха в зале будет нездоровая, вы понимаете? Можно прийти в зал и снять пранк, когда тебя никто не знает, да, там вообще всем пофиг будет. И то, если твой оператор в трёх метрах за тренажёром не будет сидеть. Ну типа вы понимаете, насколько это тупо? Вавана там 60 миллионов просмотров буквально там за 4 месяца, и типа его не узнают в залах. Ну чушь. Я уверен, там как минимум половина зала его узнала в каждом ролике. Шестое, друзья. Вы вообще понимаете? Просто представьте, как происходит съёмка. Оператор ходит по залу, ему нужно занять какую-то позицию за тренажёром, который, естественно, прозрачный. То есть тренажёры не выглядят как стена, да, за которой тебя не видно, а ты всех видишь. Тренажёры, по сути, прозрачные, блин, всё видно через них. Ну то есть вы представьте, да, оператор подходит за этот тренажёр, блин, садится такой с камерой. Его, естественно, никто не видит. Потом выходит в аван и начинает пранковать. И особенно меня, знаете, ещё убивает вот эта фигня, короче, в каждом кадре якобы оператор прячется, и тут кусочек стены, либо тренажёра, либо гантели, типа он за гантелей сидит, блин. Так смешно. Седьмое. Вы можете заметить, что многие люди смотрят в сторону камеры, в сторону оператора. Но прикол в том, что они не видят оператора за тренажёром. Будто оператор размером с муравья, а камера там размером с семечку, блин. Ну типа как можно смотреть он в сторону камеры и не увидеть чувака, который сидит за тренажёром? Чёрт. Ой, не могу, я аж вспотел. Вы просто придите в свой зал и попробуйте спрятаться за тренажёром, чтобы вас никто не заметил. На вас все люди, которые рядом стоят, будут смотреть как до дебила, блин. А тут чувак сидит с огромной камерой. Спасибо, блин. Восьмое, друзья. Очень часто происходят в видосах такие казусные моменты, типа Вован просит девушку что-то сделать, не знаю, там зацепиться за него, лечь на него, он её выжимает, отжимает от себя. Ну точнее не Вован просит, а дед. Типа вы просто представьте, какая оконченная девушка должна быть, чтобы лечь на какого-то просто деда, который подлетел к ней и просит на неё лечь. Либо там схватиться за него, типа ну ни одна адекватная незнакомая девушка не будет на вас ложиться, блин, вы понимаете? Даже если вы не дед, потому что вы подлетаете к незнакомой девчонке, вы её вообще не знаете, да, и говорите, давай ложись на меня, я тебя буду жать. Либо давай обхвати меня за талию, блин, и я буду с тобой подтягиваться. Либо давай ты пока планку держишь, я на тебе сверху полежу. Ну типа, блин, ни одна адекватная девушка такого не позволит. Да даже и неадекватная не позволит. Незнакомому чуваку, а особенно деду. Друзья, номер 9. Судя по многим пранкам Вована, людям вообще пофиг, типа что дед до них домогается, подходит к ним, они активно вступают с ним в диалог. Ну вы просто представьте, вы тренируетесь, да, в зале, и к вам подлетает какой-то старый пердун и начинает вам что-то втирать ещё, там, говорит, ложись на меня, блин, я тебя выжимать буду. Ну просто представьте, особенно если вы девушка. Ну и даже если вы парень, вы не будете рады тому чуваку, который до вас домогается, когда вы тренируетесь. Ну типа, а тем более продолжать выполнять какое-то упражнение, когда он до вас явно домогается, что-то стоит, смотрит, ну типа. Я помню был случай, когда я треню, просто делаю подтягивания с весом, с гирей, подходит какая-то женщина лет 55-60, может быть, на вид. И вот так встала, короче, и минут 10, наверное, смотрит, как я выполняю упражнение, начинает что-то потом задавать мне какие-то вопросы. Я говорю, извините, я тренируюсь. И ушёл в другую часть зала. Ну типа, она задала один вопрос, потом другой, потом другой, потом ещё один. Не, я ничего не имею к женщинам, но если бы ты красивая девчуля какая-то подкатила, тогда ещё ладно. Я о том, что дед старый подкатывает, блин, явно в гриме, к какой-то молодой девчонке, она с ним разговаривает, продолжает тренироваться, там, активно в диалог вступает. Ну, такого не бывает. Либо бывает, но очень редко. И номер 10. Догадайтесь, что Вовану нужно сделать перед тем, как тягать веса, которые он там тягает. По 250 килограмм встанывают, там, жим по 150 килограмм. Догадайтесь, что надо сделать. Конечно же, размяться. И представьте эту ситуацию, когда уже Вован в гриме залетает в зал, начинает разминаться, его все видят, а потом начинает пранки свои снимать. Ну, типа, люди уже видят, что он неплохие веса тягает. И вы, правда, думаете, что они потом будут удивляться? Ну, типа, блин, прекратите. Не, ну, как вы понимаете, я вообще не против пранков, да, особенно постановочных пранков. Постановочные пранки получаются смешнее, это 100%. Это примерно выглядит, как фильм какой-нибудь. Сериал. Ты посмотрел этот видос, чтобы просто знать, что большинство пранков это постановы. С большой вероятностью, непостановочный пранк можно считать, если оператор стоит где-то далеко там, с камерой, у которой есть зум, и пранкер вот где-то в толпе подкатывает к людям. Вот тогда, да. Ну, типа, явно очень сложно заметить оператора, который стоит там очень далеко, где-то среди толпы. Ну, типа, когда оператор сидит в трех метрах за тренажером, который, блин, вот тренажер, да, он же не стена, емае. И то, из-за стены бы пришлось выглянуть, как они и делают, в принципе. Просто представьте, вот стена, да, и такое хлебало с камерой, блин, выглядывает. Как это можно не заметить. Ладно, друзья, теперь вы знаете всю подноготную пранкеров. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Если вы хотите накачаться, то обязательно переходите по ссылке в описании на мой сайт с программами тренировок. Bistesthetics.com Программы тренировок и питания по скидке 70%. Всем желаю удачи, увидимся в следующем выпуске. Лайк не забудь поставить. Пока!